МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2006 год. Именно с него стоит начать рассказ об одной из самых быстрорастущих производственных компаний в России за последнее время. Это год, когда в атомной отрасли произошли серьезные изменения. В этот год был образован самостоятельный машиностроительный дивизион для решения сразу нескольких глобальных задач госкорпорации Росатом. Основная задача на тот момент, их было две. Две основные задачи. Первая – это обеспечить график строительства атомных электростанций, который в тот момент был очень большим и напряженным. И второе – обеспечить демонополизацию рынка. Первое время развития холдинга шло за счет расширения. Сегодня этап сбора профильных активов позади, и «Атомэнергомаш» входит во вторую стадию – интенсивного и качественного роста. По итогам 2012 года выручка холдинга составила 52 миллиарда рублей, а портфель заключенных контрактов для атомной энергетики до 2021 года превышает к 110 миллиардов рублей. Сейчас «Атомэнергомаш» – комплексный поставщик оборудования для атомных станций, владеющий полным циклом производства оборудования. Сейчас еще раз можно сказать, что мы работаем, начиная от конструкторской документации, начиная от проектов по созданию оборудования через заготовку, через машиностроительные подразделения производства, включая поставку и монтаж на станцию, там шеф-монтаж мы тоже осуществляем на станцию всех ключевых видов оборудования. Модернизировано производство на ключевых площадках, созданы новые компетенции, освоены новейшие технологии. Благодаря «Атомэнергомашу» на рынке основного оборудования для АЭС была создана жесткая конкуренция и, как следствие, снизились цены на оборудование. Достигнув первых успехов, холдинг ставит более амбициозные цели – войти в число крупнейших мировых компаний-поставщиков готовых комплексных решений для атомной и других отраслей промышленности. А эта задача снова требует изменений, в том числе управленческих и технологических. И эти изменения затронут все предприятия и абсолютно всех сотрудников холдинга, поскольку реформы нужны и в научно-исследовательских институтах, и на производственных предприятиях, и в инжиниринговых, и сервисных компаниях. «Мы должны точно нашему покупателю предоставить самое надежное, самое современное оборудование за рыночные деньги, отгруженную в срок и произведенную вовремя, без каких бы то ни было, не то что нареканий по качеству, а, знаете, есть такая фраза, предвосхищая ожидания заказчиков. Вот мы должны быть компанией, которая умеет делать такую продукцию, умеет так работать с клиентами, чтобы клиент был всегда доволен. Любой масштабный проект начинается с идеи, а ее воплощение с конструкторского чертежа и схем будущих изделий. Этим в Атомэнергомаше, в частности, занимаются ОКБМ им. Африкантова, Гидропресс и Центральное конструкторское бюро машиностроения. Здесь конструкторы уже сегодня работают над тем, что будет применяться через 20-30 лет. Опытное конструкторское бюро машиностроения им. Африкантова – одна из ведущих конструкторских организаций атомного машиностроения России. Единственное предприятие в мире, владеющее технологией изготовления реакторов на быстрых нейтронах. Более 60 лет оно создает передовую технику, фактически открывая новые направления инновационного развития отрасли. Конструкторское бюро идет в авангарде научной мысли атомщиков, разрабатывая реактор замкнутого цикла, атомную установку «Ритм», предназначенную для ледоколов нового поколения и плавучих энергоблоков малой мощности. Здесь также создаются проекты по быстрым реакторам, охлаждаемых свинцово-визмутовым теплоносителем, проекты парогенераторов для установок с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. СНИИ «ТМАШ» занимается научными исследованиями в области материаловедения. Деятельность института сегодня сродни искусству. Исследователи и ученые создают новые материалы и модернизируют способы производства, оперативно решая проблемы и затруднения, возникающие на предприятиях. Здесь ученые занимаются не только фундаментальными исследованиями, но и прикладной наукой. При непосредственном участии специалистов СНИИ «ТМАШ» на предприятиях машиностроительного дивизиона «Росатома» внедряются новые технологии и способы изготовления продукции. Мы с вами находимся в лаборатории электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. За моей спиной расположен растровый электронный микроскоп, который, пожалуй, наиболее широко используется при разработке новых материалов и технологий. Значит, этот прибор позволяет с большой точностью и с очень хорошим разрешением исследовать химический состав металла, исследовать структуру металла. Именно химический состав и кристаллическая структура больше всего влияют на свойства металла. В этой лаборатории анализировались пробы металла для производства парогенераторов – корпусов реакторов. В лабораторию поступают образцы металлов для анализа. Каждый из них помещается в вакуумный приемник и запускается автоматическая программа, которая проводит исследования образца. В свойствах стали большую роль играют те фазы, которые образуются в стали. Например, карбиды. Карбиды титана, карбиды необия, карбиды хрома. И в настоящее время достаточно часто используется так называемое микролигирование, когда очень незначительное количество того или иного элемента, сотые доли процента и меньше, вводится в металл, а конкретно в сталь, для того, чтобы в объеме металла образовались карбиды или нитриды или интерметалиды очень незначительного размера. Но при этом они существенно влияют на механическую прочность, существенно влияют на коррозионную стойкость. Также в стенах института была разработана новая технология автоматизированной сварки. Мы находимся как раз в помещениях данной лаборатории, где в настоящий момент происходит разработка автоматизированной сварки главного циркуляционного трубопровода АЭС. Традиционно данный вид сварки осуществляется путем ручной дуговой сварки рабочими сварщиками. Огромный недостаток данного процесса – то, что рабочего тяжело проконтролировать и в настоящий момент наблюдается большой дефицит квалифицированных рабочих. Мало того, традиционно данную сварку ведут в широкую разделку. Мы разрабатываем технологию сварки в узкую разделку. Данный вид сварки позволит сократить затраты на проволоку, на газ, также позволит увеличить производительность процесса сварки. На трубе ГЦН таких соединений 28. Соответственно, нужно сварить 28 швов. Профессионализм команды «Цнеет Маша» не исчерпывается только работами для атомной отрасли. В Советском Союзе именно при непосредственном участии сотрудников «Цнеет Маша» велась отливка памятника рабочему и колхознице, а также работа по изготовлению кремлевских звезд. Но такая история накладывает ответственность. Нужно соответствовать славному прошлому. Серьезные конструкторские проекты ведутся и в Санкт-Петербурге, в Центральном конструкторском бюро машиностроения, где разрабатываются главные циркуляционные насосы для АЭС. Прежде всего, мы занимаемся разработкой насосов для систем безопасности атомных станций. Это насосы, которым предъявляются дополнительные требования по надежности, по безопасности, по герметичности. Самым ответственным из этих насосов является, конечно же, главный циркуляционный насос. Это насос, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя через активную зону реактора. Насос перекачивает теплоноситель в реакторе. В большинстве реакторов это вода. Он подает воду первого контура, она нагревается, попадает в парогенератор, где вода второго контура превращается в пар и возвращается в насос. То есть насос осуществляет циркуляцию теплоносителя по замкнутому контуру. Это высокорадиоактивная вода с температурой 300 градусов под давлением свыше 150 атмосфер. Создать сверхнадежный насос для такой среды было уже труднейшей задачей. Но сейчас конструкторы приступили к замене воды жидким металлом. В частности, сейчас мы занимаемся разработкой нового типа такого главного циркуляционного насоса. Повышенной надежности, повышенной экономичности для новых типов блоков, которые сейчас строятся по проектам МАЭС-2006 и ВВРТОИ. Также мы занимаемся сейчас новым для нас направлением. Это разработка главных циркуляционных насосов для жидкометаллических реакторов. Помимо этого, сейчас на ЦКБМ при поддержке «Атомэнергомаша» проходит масштабная модернизация целого ряда производственных участков. Мы являемся фактически единственным разработчиком конструкции и изготовителем непосредственно самого оборудования. Сегодня мы выполняем, как изготавливаем насосы, как серийную продукцию. И мы ее не просто изготавливаем механически, но мы их и испытываем непосредственно на своей производственной базе. Мы находимся в механическом цеху по изготовлению рабочих колес. Вот за нами станок, который исполняет эти колеса. После того, как уже настроенный станок работает, оператору только следить за режимами резания, вовремя менять пластинки и следить за качеством получаемой детали. А в результате модернизации у ЦКБМ будут современные производственные цеха с новейшим оборудованием, способным выпускать до четырех главных циркуляционных насосов в год. В конце 2010 года Холдинг приобрел металлургическое производство «Энергомашспецсталь» – ключевое предприятие, участвующее помимо исполнения заказов для крупнейших мировых машиностроительных гигантов, в цепочке производства ключевого оборудования для АЭС. Металлургические заготовки – это самая уязвимая точка при расширении программы строительства АЭС. В мире есть лишь несколько производителей такой высококачественной продукции, и ко всем стоят очереди на заказ заготовок для изготовления оборудования. «Энергомашспецсталь» производит литые и кованые заготовки для предприятий атомной отрасли. Для того, чтобы завод мог стать полноценным конкурентом в своем сегменте, предприятие прошло модернизацию своих мощностей с заменой технологий. Очень большая программа модернизации, которая длилась практически 7 лет, была на «Энергомашспецстале», и сегодня это одно из самых современных предприятий в мире, и одно из двух предприятий в странах бывшего Советского Союза, которые способны производить крупногабаритную заготовку для машиностроителей. Мы завершили такую знаковую модернизацию, которая теперь нам позволяет выпускать принципиально нового качества, нового уровня продукцию. Сегодня «Энергомашспецсталь» – предприятие, обладающее новейшим оборудованием, способное выполнять полный цикл производства – от генерации маркетинговых и технических идей до их воплощения в готовую продукцию. Современный подход к организации производства, модернизации производственных мощностей позволили специалистам «Энергомашспецсталь» освоить изготовление уникальной продукции, как по габаритам, так и по технологической сложности. С заготовкой мы разобрались, и сейчас мы имеем ту заготовку нужного качества в любом количестве, которое нам понадобится, которая нужна как для атомной отрасли, так и для целой кучи других отраслей промышленностей. И это именно не узкоспециализированное предприятие, это предприятие, которое производит крупногабаритную машиностроительную заготовку высочайшего качества. Дальше пошло, собственно, машиностроение. Мы освоили корпуса парогенераторов, мы освоили корпуса главных циркуляционных насосов, главные циркуляционные трубы. То есть мы сегодня в состоянии производить и поставлять любое оборудование, которое востребовано атомной станцией в части реакторного острова. Однако выплавить металл нужного качества и правильной формы – это только полдела. Важно уметь превращать заготовки непосредственно в изделие. Такими работами занимаются сразу несколько предприятий «Атомэнергомаша». Одной из основных задач было освоить собственное производство парогенераторов и корпусов реакторов. И в свое время для этого был куплен Петрозаводск МАШ, находящийся в Петрозаводске в Карелии. Мы освоили корпуса главных циркуляционных насосов, которые никогда не производились в этом месте. Если рассматривать все оборудование для АЭС, вообще все АЭС, то, как у любого организма, есть сердце. Сердце – это реакторный зал, реактор, где непосредственно возникает, проходит основные физические процессы, и возникает энергия, которая потом преобразуется и трансформируется уже в электрическую энергию, которой мы пользуемся. Так вот, Петрозаводск МАШ выпускает большинство из номенклатуры оборудования реакторного цеха. И вот все, что идет после уже заготовок, до изготовления конечного изделия – это Петрозаводск МАШ. Петрозаводск МАШ стал выпускать продукцию для атомной отрасли совсем недавно. То есть фактически все атомное производство здесь было начато с нуля. И всего за два года предприятие смогло освоить выпуск новой для себя продукции – корпусов парогенераторов, корпусов ГНЦ и многого другого. И освоив его, не остановилось на достигнутом, а пошло дальше, применяя передовую для России технологию – электрошлаковой наплавки. До недавнего времени трубы с электрошлаковой наплавкой Петрозаводск МАШ и ряд других российских предприятий, производящих главные циркуляционные трубопроводы, закупали в Германии. Сегодня Петрозаводск МАШ начал активное освоение производства блокированных труб, применяя эту технологию на своем производстве. Мы находимся на участке трубных узлов, где есть уже готовые данные упакованные изделия, то есть они ждут отгрузки на станцию. Есть изделия, находящиеся в производстве, есть вот эта вообще заготовка труб для последующего изготовления, которые раньше такие трубы биметаллические, то есть с внутренней наплавкой, их в России не выпускали, и те трубы, которые вы видите, они сделаны еще из немецкой трубы, те готовые изделия из немецкой заготовки. А вот это уже наша заготовка, которая освоена, которую мы сделали, и это сложный технологический процесс, действительно. Мы два года потратили совместно с НИИТМАШем, с нашей головной материологической организацией, на исследование, на освоение технологии. Сейчас мы перешли к серийному производству, все последующие изделия мы будем уже делать вот на этом участке из труб нашего изготовления. Могу сказать сразу, Петрозаводск-Маш – это градообразующее предприятие для города Петрозаводска, для республики Карелия в целом, но не подпадающий, ни под какие критерии, определенные минорегионы развития, под отнесение предприятий к градообразующим предприятиям. Но вместе с тем, это бренд Карелии. Вот давайте я просто назову, ну, такие, ну, несколько цифр, да. Значит, с 2011-2012 год – это почти по полтора миллиарда инвестиций в совокупный бюджет Республики Карелии. Это формально получается почти 10-12% ежегодно. Петрозаводск-Маш, несмотря на свою богатую производственную историю, пока молодое предприятие в рамках атомной отрасли. Но уже сейчас оно по праву занимает одно из лидирующих мест в своем сегменте в индустрии. Таким же флагманом является и подмосковный машиностроительный завод «ЗИО-Подольск» – крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗИО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Огненске. На сегодняшний день под маркой «ЗИО» выпущено свыше 700 паровых котлов различной мощности для 160 отечественных и зарубежных ТЭС общей мощностью свыше 70 миллионов киловатт. Сегодня «Атомэнергомаш» – единственный российский производитель парогенераторов для российских АЭС, которые изготавливаются на заводе «ЗИО-Подольск». Если говорить о заводах-изготовителях, я в первую очередь отметил бы «ЗИО-Подольск» и «ЦКБМ». Здесь мы получаем основное оборудование на реакторный остров. И нельзя не сказать, конечно, о нашем Волгодонском филиале. Мы в 2012 году взяли в аренду практически всю производственную площадку бывшего «Атомаша». Сегодня все сотрудники этого предприятия работают у нас в филиале АЭМ-технологии. Мы занимаемся фактически восстановлением производства на этом предприятии. Сегодня уже размещены корпуса реактора для Балтийской станции. Это будет, ну, сегодня это, пожалуй, первый реактор, который производится компанией за последние 25 лет. Мы осваиваем вновь производство парогенераторов, мы осваиваем вновь производство ловушки расплава. То есть это целая программа по возвращению этого крупнейшего предприятия, крупнейшего в Советском Союзе, по возвращению в его традиционную номенклатуру, в его традиционную специализацию, если можно сказать. В Волгодонске огромная производственная площадка, значимая для отрасли и одна из лучших в мире. В ноябре 2012 года на заводе началось комплектное изготовление реактора типа ВВР для Балтийской АЭС. Сегодня для атомной энергетики завод может производить крышки верхнего блока, систему управления и защиты, парогенераторы, сепараторы, пароперегреватели. И таким образом мы начали в 2012 году производить принципиально новое для себя оборудование, то, которым мы раньше никогда не занимались. Начинаем осваивать производство машзала. В наших отношениях появилась хорошая новация. Мы делаем совместно машинный зал на Балтийской станции. Это будет тихоходная турбина системы «Арабель». Мы делаем эту работу совместно с французской компанией «Альстом». Это будет современная, большая современная работа, которую мы будем тиражировать в других странах мира. И в Турции, и в Чехии, и в других странах. Именно в Волгодонске размещено производство турбины и другого оборудования машинного зала по тихоходной технологии «Арабель» в партнерстве с мировым лидером по производству турбин компанией «Альстом». Таким образом, машиностроительный дивизион «Росатома» получил ключевой и уникальный элемент с точки зрения комплектного поставщика атомной отрасли – единую площадку производства оборудования реакторного и машинного залов АЭС. Одна из основных проблем атомной отрасли – старение кадров. Проблема передачи ключевых компетенций, знаний и умений молодым специалистам. В АТОМ «Энергомаша» работе в этом направлении уделяют особое внимание. Предприятия дивизиона на протяжении многих лет сотрудничают с ведущими профильными вузами России и ближнего зарубежья. Так, в рамках подписанного соглашения с МИФИ, АТОМ «Энергомаш» и университет будут совместно готовить квалифицированные кадры по профильным направлениям, совместно проводить научные исследования в области технологий ядерных реакторов. Помимо привлечения молодых ученых, на предприятиях ведется работа по развитию потенциала молодых специалистов, этой молодежной научной конференции и различные отраслевые конкурсы. Так, например, ЗИО «Подольск» организует ежегодный конкурс среди слесарей и сварщиков. Демографический спад 90-х годов и спад промышленности повлиял тем, что сейчас, на сегодняшний момент, на предприятии мы явно ощущаем нехватку молодых специалистов. Недостаточно только привлечь молодых специалистов, надо повышать им уровень вовлеченности, стараться их оставить здесь, обучить, но и самое главное, передать те навыки, которые у нас на сегодняшний момент есть. В настоящее время, конечно, век новизны технологий, нанотехнологий, но вместе с тем атомная промышленность нуждается в таких профессиях, как токарь и сварщик. Почему? Потому что без этих профессий не обойтись. В целом конкурс это не выявление победителя, а общение, обмен опытом, улучшение в сфере деятельности нашей. Сейчас все предприятия холдинга работают в одном темпе и с четкой координацией, что в первую очередь сказывается на своевременном выполнении поставок оборудования для АЭС. Все это крайне важно заказчику. Ростов-2, Калина-4 – это первые блоки программы, которые были пущены. Нашей компанией мы были генеральными проектировщиками и строителями. Они были обеспечены оборудованием, и главным поставщиком этого оборудования была компания «Атомэнергомаш». Мы очень благодарны коллективу, поскольку работа была сделана качественно, своевременно, и это был серьезный вклад в первые шаги федеральной программы. «Атомэнергопроект» – одна из старейших проектных компаний на территории СССР, наверное, текущей России, является проектировщиком большинства атомных станций на территории СНГ, Восточной Европе и России. «Атомэнергопроект» с 2007 года занимается сооружением «Нововоронежская АЭС-2». С этого момента и началось сотрудничество с компанией «Атомэнергомаш». Суть в том, что проект «Нововоронежского блока» является пилотным и головным, и это подразумевает то, что в проект в процессе его реализации вносится достаточно большое количество изменений. И в этом очень важно то, что «Атомэнергомаш» очень оперативно реагирует на все изменения, которые вносятся в проект. Основное конкурентное преимущество группы компаний «Атомэнергомаш» заключается в способности осуществлять широкий спектр работ. От проектирования до поставки и сервисного обслуживания, оборудования для атомных и тепловых электростанций, а также для предприятий газовой и нефтехимической промышленности. Как у любой молодой компании, а мы одна из самых молодых компаний «Росатома», это проблема роста. Потому что был период, когда компания собирала активы, когда просто какие-то предприятия покупались, какие-то предприятия передавались в управление, и много времени было потрачено и усилий для того, чтобы создать холдинг, как холдинг. Точно можно сказать, что сегодня холдинг уже существует, и пусть не идеально работающий механизм, но это однозначно механизм, и это сегодня целое. В таком коротком фильме невозможно уместить рассказ обо всех предприятиях и проектах «Атомэнергомаша». Однако нужно понимать, что каждый работник предприятия, от токаря до генерального директора, которые делают одно дело, вкладывая весь свой труд в общий успех. Дело, которое ведет к успеху всей компании. Семь лет – это так мало, и за семь лет произошло так много. Если вернуться к «Атомэнергомашу» в 2006 году, это был стол-стул и несколько сотрудников, и фактически компания начиналась с подписанного одного контракта на поставку трубопроводов. Это было всего лишь семь лет назад. Сегодня это большая компания, это больше 25 тысяч сотрудников, которые сосредоточены практически во всей стране. У нас несколько зарубежных компаний, у нас сложные проекты, это большой холдинг. Как любой руководитель я никогда не должен быть доволен чем-то, как нормальный руководитель, потому что я всегда должен видеть, я вижу, что должно делать компанию лучше. И, конечно, мы должны быть всегда новыми и инновационными. Мы одна из самых молодых компаний, мы должны быть такой же молодой компанией, которая всегда стремится к чему-то новому и развивается, мы должны быть. И поэтому у нас много перспектив на рынках, не связанных с атомной отраслью. Мы точно должны быть лидерами в этих местах. Редактор субтитров А.Семкин